Мы сегодня с вами выведем очень простую аксиому, которая звучит, что помогает вам продавать. Вот то, что я обещал, потому что многие люди пришли сюда, чтобы посмотреть это видео, и мы с вами сейчас определимся с одним простым тезисом, что помогает вам продавать или по-другому, без чего вы не сможете ничего продать, абсолютно ничего продать. Если продадите, это будет случайность, это будет случайность, и у вас не будет системы, не будет системного подхода. Не важно, что это, это реклама на вашем YouTube-канале, это реклама на вашем сайте, это продажи в вашем интернет-магазине, вообще по барабану. Есть одно слово, это слово решает все. Вот если вы будете знать, при помощи чего у вас точно покупают, при помощи чего рекламодатели будут покупать у вас рекламу на вашем канале, на вашем сайте, либо покупать ваши услуги как эксперта-коуча, в вашей онлайн-школе, либо на вашем, не знаю, на ваш канал будут приходить рекламодатели, у вас должно быть одно слово. И я больше, чем уверен, что вы его не угадаете, потому что сколько я у своих клиентов не спрашиваю, всегда они не отвечают, они не понимают. Если вы не знаете основного составляющего, ингредиента, который помогает вам продавать, то вы не сможете продавать. Ну это же настолько очевидно, то есть если вы не знаете, что машина едет по дороге при помощи колес и двигателя, то вы не поедете. Если у вас нет этого самого важного ингредиента, который позволяет вам продавать, вы не будете продавать, у вас не будут ничего покупать. И именно поэтому мы стараемся это все, вот этот ингредиент делать. Я сейчас его расскажу и покажу. Это очень просто. То есть, но поймите, вот у меня за мою пятнадцатилетнюю практику очень часто клиенты, которые приходят ко мне на консультацию, они уходят такие полуразочарованные, так я же, я же знал об этом, я же знал вот это вот все. И вот докрутка, небольшая докрутка, она решает все. Когда вы понимаете, что именно ждет от вас потенциальный покупатель, рекламодатель, у вас становится все четко, ясно и понятно. Вот без этого простого слова, без этого простого, не знаю, действия по отношению к вам, к вашему каналу, у вас не получится ничего от слова вообще. И многие, не понимая, как это работает, начинают делать все, чтобы к этому слову не прийти. Все, буквально все. Многие на своих каналах делают все, чтобы к этому, чтобы обойти это слово ради сиюминутной выгоды, они готовы, готовы пожертвовать этим. Итак, что же такое слово? Одно слово, которое решает все, ваше будущее, ваше настоящее и ваше прошлое. Вот это одно слово помогает вам продавать. Если вы будете делать свой канал ради этого слова, если вы будете делать свой курс, свои, не знаю, сайты, свои там, не знаю, группу в фейсбуке ради этого слова, то нет, это не монетизация. Монетизация, это то, что результат. Понимаете? Монетизация, давайте пойдем к результатам. Хорошо. Окей. То есть, вы думаете, что это монетизация. Но это же результат. Что еще? Польза. Окей. Польза. Так, что еще? Смелее, друзья. Аудитория. Ну, это аудитория. Что еще у нас? Постоянство. Доход. Давайте писать. Смелее. Постоянство. Доход. Вот вы похожи на моих клиентов. Они тоже мне несут ахинею. А это настолько просто. Вот сейчас вам я вправлю вашу, то есть, вот я бесплатно вам, вы сейчас сэкономите действительно 10 тысяч рублей. Дальше, что еще? Так, доверие, аудитория, доход, деньги. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте, деньги. Итак, мы, что у нас может? Вот вы назвали, еще давайте, какие еще варианты есть? Деньги, доверие, доход. Аудоход. Постоянство. Доппродукты. Ну, а, ну, причем доп. Ну, давайте. Доппродукты тоже хорошо. Но, доппродукты. Еще эта красивая упаковка. Так. Довольство вам результата. Давайте, удовлетворенность. удовлетворенность. Что еще? Качество. Качество. А что еще? Польза. Окей. Польза. Польза была, по-моему. Уже была. Так. Продажи. Продажи. Что еще? Может удовольствие? Удовольствие. Вот так же, так же. Эльдар Гузаиров продает свои курсы малому количеству людей, гарантированно зарабатывает на отдельном продукте. Это не то. Вот у Эльдара Гузаирова это есть, у меня это есть, да. Важно, чтобы, когда вы это поймете, эмоции, ну давайте эмоции, да, там напишем сюда эмоции. Вот. Друзья мои, здесь есть правильный ответ. Но вы его не знаете все. Вы его гадаете. А надо, чтобы это от вас, как от зубов отлетало. Потому что именно. Давайте по-другому. Почему вы покупаете у других людей? Польза нет. Это может быть и без пользы. Почему? Вот важно постоянство. Нет. Нет. Люди там, то, что даешь людям по барабану. Вот я вам честно скажу. Людям по барабану. Вот по большому счету, если этого нет, все остальное смысла не имеет. Ну, а имеет вы можете в принципе, в принципе, вот уже вы в принципе можете продать случайно. Но это будет такой негативный опыт. Это будет такой, вот тут пишут эмоции. Если вы продадите кому-то на эмоциях, то вы в принципе можете его обмануть. Это будет случайная продажа. А мы же говорим, допустим, вот почему к вам на канал придет рекламодатель? Потому что у него эмоции, да ему срать на ваши эмоции. Извините, на мой французский. Он не хочет эмоций, он хочет прибыль получить. Он хочет, чтобы вы дали ему зрителей, которые вовлечены и которые будут делать у него покупки. Вот, друзья мои, вы все, тут уже пошли правильные вопросы. Это правильные. Смотрите, давайте еще там накидаем. Что у нас еще было? Потребность, количество, аудитория, траст, ну вот. Короче, я не буду вас сейчас мучить. Это слово доверие. Доверие. Если вам не доверяют, у вас не будут покупать вообще. Именно поэтому вся эта вот, все бренды, они к себе формируют лояльную аудиторию, потому что вы, когда приходите в магазин, вы видите знакомую марку, вы ей просто доверяете. Потому что знаете, что в этой банке будет то, что вы ожидаете. В этой, на этом канале у вас будет, смотрите, как легко потерять. Вот это то, когда, знаете, есть девушки, которые, типа, меня трудно найти и легко потерять, да. Вот это очень трудно найти. Потому что покупать здесь будут только, если вам доверяют. Вот смотрите, ко мне приходят клиенты на консультацию, я вам говорю, 10 тысяч рублей, они переводят деньги и потом мы бронируем время. Почему? Потому что они мне доверяют. Потому что они знают, что получат и аудиторию от меня, и доход, и результат. То же самое на вашем канале. Когда люди приходят к вам, рекламодатели, либо зрители, неважно. Это все на доверии. То есть, если они вашему каналу доверяют, тогда у вас получится все. Если нет доверия, соответственно, он, ну, а доверие это формируется, да. То есть, мы его формируем. И это получается, ваш канал, это личный бренд автора, либо личный бренд вот чего-то. И когда вы мне говорите, что, а можно ли за два месяца заработать уже деньги с канала? Ну, я порой удивляюсь. Я думаю, подождите, друзья, как вы за два месяца кому-то докажете, чтобы вам вот эта вся аудитория доверяла? Чем, как вот, чем вы будете брать? Чем вы будете доказывать, да? То есть, у вас, чтобы вам доверяли, люди очень пугливые. Потому что у нас есть в голове страх. Вот давайте на примере, чтобы вам было совсем понятно. Это должно вам в голову зайти. Вот это слово доверие, как его потерять? Вот смотрите, допустим, я сегодня открываю и вижу у одного человека такой интересный рассказ о том, что, уважаемые видеоблогеры, вам очень подойдет телесуфлер, телесуфлер это классно, это супер гуд, потому что телесуфлер это просто бомбическая история и вам будет просто говорить. Но я же знаю, потому что у нас были телесуфлеры. Я знаю все минусы этого телесуфлера. Я знаю вообще, вот это для видеоблогера использование телесуфлера это равно смерти видеоблогера. И я потом, у нас есть видео про эту тему, но мы не будем останавливаться. Либо давайте на примере, чтобы вам было закрепим материал. Например, у вас есть туристический канал и вы идете, вот на моем примере, нас приглашают в кафе снять обзор этого кафе, кафе мороженого, снять там, да, там показать итальянское мороженое, показать там все дела, да. И мы точно знаем, что может быть дальше. То есть мы приходим в это кафе мороженое итальянское, снимаем обзор, говорим, вау, как тут классно, тут все сорта мороженого, тут есть кофе, красивые девочки дают, там все классно, пятое-десятое, но мы же будем точно знать, что к нашему приходу уберут столы, девочки почистят себе ногти, одевают белые передники, чтобы было все нормально, да. А потом наши зрители, которые будут смотреть этот обзор, они скажут, подождите, у вас на канале там все классно, а мы пришли туда, и там какие-то чувихи сидят в телефон втыкают, типа, ну че приперся, они потеряли доверие к нам, к каналу, все, они ушли, потому что они понимают где-то на подсознании, да, что мы сделали обзор за деньги, что мы говорим, мы говорим, хорошо, мы придем к вам в ваше кафе, но если там будут мухи на подоконнике, либо там грязные ногти у ваших официанток, то мы об этом напишем. Вас устраивает такое? Нет, говорят, сразу нет, 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 вы что, вы что? Понимаете? Почему? Потому что нам сейчас важно доверие зрителей, и вы, коллеги, когда делаете свои каналы, сайты, помните об этом, потому что вы продаете внимание ваших зрителей рекламодателю, любая, почему мы против накруток, любых? Потому что любая накрутка убивает доверие. Основной фактор монетизации вашего канала, вашего бренда, вашего бизнеса, интернет-магазина, это доверие. Все, все остальное, это все побочка, побочные вот такие, то есть, если у вас будет доверие, у вас будет монетизация. Если вашему мнению, вашему каналу, вашему контенту доверяют и вам, как автору, у вас будет аудитория, у вас будет постоянство аудитории, у вас будет доход, у вас будут деньги, у вас будут дополнительные продукты, у вас будут удовлетворенные, потому что люди пришли, они доверяют, вы дали им пользу, они удовлетворены, вы их потребности удовлетворили. Есть базовые ценности, базовые потребности, вот чтобы вам было просто и понятно совсем. Есть, когда человек начинает смотреть что-либо, об этом рассказывают на первом курсе любого рекламного института, академии, то есть это знает любой рекламщик, вот любой, кто занимается маркетингом, брендами, рекламой. Человек тысячи лет смотрит куда-то и у него в голове, в мозгу или в мозге, в мозгу, да, работают три триггера. Первый триггер звучит так, могу ли я это съесть? Второй триггер звучит как, могу ли я с этим совокупиться? Третий триггер звучит как, опасно ли это для меня? Всё, вот три основные базовые триггеры, которые работают в голове. И вот ваш канал, ваш канал работает на третий триггер, да, опасно ли это для меня? Почему? Потому что если нет доверия, то люди уходят. А доверие, то есть, а добиться доверия это очень долго. Вот вы приходите к нам на канал «Школа видеоблогеров», берёте советы, идёте, правильно? Выполняете эти советы и у вас получается, вы такие, вау, классный канал, у меня получается. А приходите к другому человеку или там, не знаю, группе людей, берёте советы, у вас не получается, вы такие, ну, доверие теряется. Всё, всё остальное с этим тоже теряется. То есть, если вы, как человек, как автор потеряли доверие, да неважно кто, если вы, у вас есть завтра 8 марта, девушки поздравляю, женщины поздравляю, мамы поздравляю. Завтра 8 марта, если в вашей семье нет доверия, то всё остальное не работает. Если в вашем бизнесе между сотрудниками нет доверия, не работает. Если в вашем, не знаю, в вашей дружбе нет доверия, то дружбы нет. Если вам не доверяют ваши партнёры по бизнесу, бизнеса нет, все остальное вторичка, вот просто. И вот это я хотел вам сегодня донести, потому что для меня это открытие, то есть вы когда, я вчера на консультации спрашиваю, говорю, а что самое важное? Важное это доверие, все, вот запомните это себе и помните, что если у вас есть к вашему каналу доверие, то будет все хорошо. Я это на своем опыте прочухал, вот реально, да, я покупал, продавал рекламные места, не заботясь о доверии своему ресурсу и со временем это все прилетело, поэтому если вы подумайте 10 раз, 10 раз, прежде чем купить или там размещать какую-то рекламу кого-то, обманываете ли вы, вводите ли вы в заблуждение, действительно ли это работает, либо нет, да, потому что если вы потеряете доверие на своем канале, то все. И здесь, здесь очень важный момент, потому что ваши рекламодатели, ваши покупатели потенциальные, они даже не осознавая это, у них есть доверяю я этому ресурсу, да, или нет, а по, то есть почему доверие, потому что, вот смотрите, пещерный человек, когда видит пещеру и он может туда зайти, а может нет, но если он там был и кто-то зовет его типа заходи, то если он доверяет этому, то есть он зайдет, правильно, потому что доверие это самое важно, это у нас уже на генетическом уровне стоит, и я не понимаю, вот этому должны в школе учить, а уж какой-то ахинеи, поэтому, друзья мои, доверие самое важное, записали, запомнили, опять же, я вам эмоционально это рассказал и показал, для того, чтобы у вас отложилось, если хотя бы у половины смотрящих этот стрим или это видео отложат, потому что самое главное в бизнесе, это доверие зрителей ваших, покупателей, все будет хорошо, все компании, личные бренды формируются на доверии, то есть доверяют вам или нет, пойдут к вам в магазин, то есть если ваш магазин, вашему там, не знаю, кулинарии не доверяют, то не пойдут покупать, боятся травиться, потому что помним третий постулат, да, первый, это могу ли я это съесть, второй, это могу ли я с этим совокупиться, а третий, опасно ли это для меня, и вот если нет доверия, соответственно опасно, все, до свидос, пара-бара-бам.